Особенность нашего наследия. Именно наследия, да. То есть оно настолько разнообразное? Оно очень разнообразное и много говорили, принято много говорить о том, что у нас здесь пущевает очень много различных национальностей и территория эта многократно заселялась каким-то народами, которые сюда приходили, а земляровались с местными населениями. И все это, конечно, наложило свой отпечаток и на нашей архитектуре. И очень самобытно представляется наш город Казань именно тем, что представляется такой синтез русских традиций и европейских традиций. И в то же время традиции татарского народа тоже все отражены в нашей архитектуре. И даже в строении самого города, то, что историческая часть делилась раньше на две составляющих, вот с этой татарскую и русскую статусами, с лопатами. И, конечно, вот это все очень своеобразно сочетается у нас в архитектуре. И главы соборов, и шпили минаретов, и деревянные русские усадьбы, которые построены по образцовым проектам, и татарские усадьбы, сохранившие, несмотря на то, что уже состояние их сейчас нельзя назвать таким хорошим и даже удовлетворительным. Но тем не менее они все еще сохраняют свою самобытность. И, наверное, нужно поздравить нас всех с тем, что наша молодежь, тоже объединившись тут и в свое движение, и теперь свои силы и энергию обратила не только на создание супернового, но и на то, чтобы вот это наследие, оно сохранялось и приобретало какую-то новую смысл. Потому что жизнь, она продолжается, и памятник не может быть столько памятником. Он должен быть включен в современную жизнь. Продолжать жить. Еще до недавнего времени Характер взаимодействия, он больше похож на противостояние. И я очень рада, что сейчас изменились приоритеты и видения как у представителей власти, так и, самое главное, у представителей общественности и у молодого поколения общественности. Разменился взгляд на то, как нам именно взаимодействовать. Понимание того, что мы вместе, наследие у нас одно, цели у нас одни, оно стало для нас с вами ключевым. А конкретно какие будут вас? Конкретно в чем ваше будущее состоит? Конечно, в первую очередь поляризация, потому что в первую очередь у нас производится контакт с обществом, с с вами. И продвижение идей, сохранение среди молодого поколения, оно от вас в первую очередь и требует заражать своей любовью к нашим памятникам. Рассказывать об этом. Делиться теми знаниями, которые вы и здесь приобретаете, и благодаря тому, что вам сами пристает эта тема интересна, и вы ее на себя изучаете, понимаете. И вот то, что мы сказали, словами филиризация, мы стараемся увлекать в движение как можно больше молодежи, не только архитектурных профессий. Вот это, наверное, самое важное, и она самая большая помощь, потому что кроме того, что у нас есть закон, кроме того, что есть люди, призванные стоять на страже этого закона и заставлять его соблюдать, важно же еще и понимание, которое должно в самом обществе рождаться. и вот как раз ваше общественное движение, оно должно помочь и в том, чтобы идея о сохранении, идея того, что это представляет для нас. Ценность не только для охранников, памятников, не только для республиканного сообщества, а для всех людей, которые проживают здесь, с нами, на нашей территории. Вот это, наверное, самое важное. Субтитры подогнал «Симон»